Всем привет! Это седьмой урок по программированию в Roblox Studio на языке ЛОА. Сегодня очень важная тема. Тема переменные. Конечно же у меня на канале есть пара уроков конкретно про переменных. Один очень простой, другой чуть посложнее. Но дело в том, что переменные, область видимости переменных в Roblox Studio отличается от общепринятых стандартов, которые вы могли видеть, например, в обычной реализации языка ЛОА и в ЛАВ-2Д. Ну давайте приступим. И как бонус я сделаю классные уличные фонари сегодня, когда мы изучим одни хитрые переменные, которые будут вести себя как настоящие фонари на улице. И при этом мы очень мало строчек кода на это потратим. И воспользуемся самым простым способом. Итак, я сегодня буду идти по документации developer.roblox.com Видите адрес. Кстати, полезная очень вещь. Если вы не знаете, как сделать то или иное, то здесь не только можно найти документацию. Мне, кстати, не очень нравится, как здесь расположены данные. Честно говоря, довольно путанно. Могли бы сделать более как-то понятно. Но тем не менее, если вы не знаете, как работает та или иная вещь в Роблоксе. Например, кто-то спрашивал про валюту, про игровую и так далее. Все здесь можно посмотреть. Ну а я буду следовать уроку про переменные. Буду показывать примеры, как вы это сами можете посмотреть. И так далее. Итак, переменные. Переменные это такая область в памяти, которой вы даете имя. Имя остается неизменное. Например, имя x. И в эту переменную x мы присваиваем какое-то значение. В данном случае x присвоить. Это знак равно. Здесь используем. x присвоить 10. После выполнения этой строчки в переменной x у вас будет 10. Во второй строчке мы придумываем название для переменной word. И присваиваем в нее в кавычках строки. Присваиваем в нее строку. Ну и вот написано, как можно посмотреть, что же лежит у нас в переменной x и в переменной word. Мы используем функцию print. Напечатай. По-русски, если будет. Как можно это в роблоксе все проверить. Так, вот у меня есть командная строка. У меня есть окошко output. И мы здесь можем печатать свою программу. Не создавая никаких скриптов. x присвоить 10. Word присвоить. Видите, мы уже говорим не просто x равно 10. Говорим правильно. x присвоить. x присвоить. Там hello было. Не помню, что было. Hello. Давайте теперь посмотрим, что у нас находится в x и в word переменных. Но я не хочу, как в уроке, печатать на каждой строчке свой print. Я печатаю print x, запятая и word. И мне на одной строчке выведут значения x и word. Вот 10 и hello. Понятно. Давайте идем дальше. Дальше. Значение переменной. То, что хранится в нашей переменной. Например, x или word. Может быть изменено. Вы можете присваивать туда любые значения новые. Можете увеличивать эту переменную на единицу. Например, забили 1 gold. Добавили единицу, как в предыдущем уроке. Или просто заменять. Например, закончилась игра, футбол. Вы вместо максимального счета, например, 3 очка вы забили. Вы заносите в эту переменную 0. Дальше идет пример. Давайте не будем его в командной строке смотреть. n присвоить 12. Если напечатаем, то значение переменной n будет 12. Следующей строчкой в n присваиваем 24. Печатаем n. Вроде та же самая команда. Видите? Print n, print n. Но нам выведут уже новое значение. 24. Мы также можем присваивать в переменной не только значение, число или строку. Мы можем добыть значение из какой-то другой переменной, в которой уже есть это значение. Например, смотрите. Присвоили в переменную n 78. Переменная, если мы сделаем print n, 78 нам покажет. А теперь пишем. В переменную x присвоить значение переменной n. После этого, если мы напечатаем значение переменной x, то у нас будет напечатано уже значение 78. Так. Ну, тут у нас подсказочка. Запомните. Переменная всегда должна стоять слева от знака присваивания. Тогда как ее новое значение должно стоять справа. Ну, по-моему, это очевидно. Хотя, может быть, кто-то путает. Еще тут написано. Если вы хотите присвоить значение переменной какому-то значению вашей детали, парт, например, написано transparency, прозрачность, то переменная потом не будет изменяться. Тогда как... Ну, давайте лучше скажем так. Смотрите. Вот у вас есть лампа какая-то. Вы лампе присвоили прозрачность 0.5. Взяли эту прозрачность из переменной n. Давайте лучше я объясню на примере. Вот у нас такая деталь. У нее прозрачность. Где у нее тут? Называется деталь кубик. Никаких скриптов у нее нет. Так, так, так. Где у нас тут transparency? Вот transparency 0. Если мы делаем transparency 1, то мы ее вообще не видим. Давайте в скрипте... Скрипт я создал здесь. Server Script. Сервис. Нажал плюс. Добавил скрипт. Давайте мы в этот... Я раскомментировал. Давайте в свойство прозрачность кубика присвоим 0.7. И запустим. Пока без всяких переменных. Просто в свойство прозрачность присвоили 0.7. Мы видим, что наш кубик был прозрачным. Так. Давайте теперь ближе к тому, что у нас в уроке было здесь написано. Вот здесь. Так. Давайте переменную какая-нибудь переменная n присвоить 0.7. И давайте вот так сделаем. Например, у вас миллион таких кубиков. Вот таких кубиков. И вы хотите миллиону этих кубиков присвоить одно и то же значение. Ну, разумно будет это значение присвоить в какую-то переменную. А потом этим кубиком в цикле или как угодно, в каждой строчке в отдельной, присвоить вот это значение из переменной n. Давайте, во-первых, проверим, сработает так у нас или нет. Сработало. После этого, если мы сделаем вот так, например, кто-то другой присвоил уже новую прозрачность, например, 0.3 нашей детали. Как вы думаете, что у нас будет в переменной n? n у нас равна вот этому значению или нет? Давайте напечатаем printn. Чтобы было понятно. Переменной сейчас. Поставим запятую. Так. Ну и запускаем. Видите, уже менее прозрачный. Можно даже нажать на нашу деталь. Где она у нас, кубик? Смотрим transparency. Вот она. 0.3. Смотрим, что у нас в скрипте. Да, 0.3 мы присвоили. Но мы напечатали переменную n. А в переменную у нас так и осталось 0.7. Понятно, что после того, как мы присвоили значение переменной другой переменной, никакой связи у нас не осталось. Это так называемое присваивание по значению. Так. Имена. Какие можно использовать имена в наших переменных? Ну, любые буквы. Любая переменная должна начинаться с буквы или со знака подчеркивания. Вот здесь написаны примеры правильных названий для переменных. Неправильные названия – это если мы используем ключевое слово. Есть ключевые слова в языке луа. И есть какие-то системные функции. Их нельзя использовать в названиях ваших переменных. Вот, например, if – это условие. Если в это условие ничего нельзя присвоить. Но если мы попробуем присвоить, нам ошибку высветят. То же самое здесь переменная начинается с числа. С единицы. Если мы перед единицей поставим букву а, например, то все будет хорошо. Так. Ну и тут для нас памятка. Помните, что важно переменных помнить и писать точно так же, как вы написали. Большие и малые буквы в переменных отличаются. Так что, например, А большое присвоить 1. А малое присвоить 2. Теперь, если я печатаю print А малое, то мне напечатает 2. А print А большое напечатает 1. Понятно. Для Roblox и вообще для языка Lua это две разные переменные. Так, что у нас дальше? Множественное присваивание. Давайте не будем это смотреть в редакторе. ABC, ABC присвоить 1, 2, 3, 4. У нас, соответственно, единица присвоится в первую переменную, двойка во вторую, тройка в C. Если мы их напечатаем ABC, видно, что все нормально будет. Это все то же самое, все совершенно то же самое, как присваивание на разных строчках. Просто мы как бы с вами сэкономили строчки. Видите? Это совершенно эквивалентно. Это и это. Как поменять значения переменных? Ну, тут нам, конечно, на помощь приходит множественное присваивание. В X присвоили 8, в Y присвоили 36. Теперь проверили, да, 8 и 36 на экране. Теперь нам учитель дает задание. Поменяйте местами значения в этих переменных. В языке Lua все это делается очень легко. Вот таким образом. X, Y присвоить Y, X. Ну, естественно, можно и больше переменных, вот как здесь 3 или 10 сделать и так далее. Все отлично. Дальше. Области видимости переменных. Да, вот это, конечно, если вы не программировали, это такая тема интересная. Давайте посмотрим на рисунок. На наш скрипт. Первой строчкой скрипта мы в переменную A присвоили единицу. В первом же условии обращаемся к переменной A и проверяем. Если A равно единице, тогда делай что-то. End относится к условию если. Печатаем B. Вот, кстати, давайте сразу забежим. Не, не будем забегать вперед. Дальше. Внутри нашего цикла смотрим. Печатаем содержимое переменной A. Создаем новую переменную, локальную. Я, кстати, рекомендую стараться пользоваться только локальными переменными. Во-первых, они быстрее работают в языке LOW. Итак, создаем здесь переменную LOCAL B. Имя у этой переменной все равно будет B, но она будет локальная. Что такое локальная, чуть подальше объясню. В B присваиваем двойку. В условии сразу проверяем. Если B равно 2, то выполняй то-то и то-то. Ну вот это вот зеленое выполняется, если у нас в B двойка. Печатаем B и получаем двойку. Все правильно. Создаем еще какую-то локальную переменную C внутри вот этого IF. Присваиваем в C тройку. В D присваиваем четверку. Но видите, мы здесь D объявили переменную без ключевого слова LOCAL. Она объявилась глобальной. Сейчас мы как раз увидим, в чем разница. Закончилось условие AND. Вот этот блок, который блок кода, блок строчек, который содержится между THEN и END, закончился. Теперь мы печатаем содержимое переменной C и получаем NIL. NIL переводится ничего, пусто. Как будто бы такой переменной нет. В языке LUA язык LUA не ругается на то, что мы забыли объявить переменную. Просто если мы обращаемся к переменной, он будет возвращать к необъявленной переменной или к той переменной, в которую мы ничего не присвоили, никакое значение, нам будет всегда возвращаться значение NIL. А дальше мы пробуем печатать переменную D. Я вам сказал, что в этом месте мы объявляем переменную, не совсем объявляем, присваиваем в переменную D4, но мы не написали слово LOCAL. Подразумевается, что эта переменная D глобальная. Когда мы не пишем слово LOCAL перед переменной, во время ее объявления, эта переменная становится видна во всем нашем скрипте. Везде, где угодно. Поэтому, когда у нас закончился блок, который находится между THEN и END, C у нас исчезла переменная. Локальная переменная живет внутри какого-то блока. Этот блок может находиться внутри функции, внутри условия между THEN и END. Смотрите, внутри вот этого блока, большого, красного, мы определили переменную B. Где эта переменная исчезнет? Где ее уже не будет видно? Как я вам только что сказал, в конце блока. Вот блок закончился, мы попробуем печатать B, B уже нет. B NIL. Если бы мы здесь попробовали напечатать D переменную, то нам точно так же вывело бы четверку. Ну и, конечно, если мы здесь попробуем напечатать переменную A, а она у нас, видите, в начале, она тоже без слова LOCAL определена, и она выявится здесь. Кстати, если бы у нас здесь мы переменную A объявили со словом LOCAL, то эта переменная A все равно была бы видна здесь, потому что она как бы не внутри блока, а снаружи определена. То, что определено снаружи, то видно внутри следующих частей кода до конца текущего блока. Да, звучит как-то все это довольно сложно. Ну, если что, пересмотрите мои уроки попроще про переменные, а не коротенькие. Или посмотрите еще здесь. Так. Ну и здесь написано про внутреннюю область видимости и внешнюю область видимости и внутреннюю. Как я говорил, что у локальных переменных есть какая-то внутренняя область видимости. Вот там, где мы их объявили, внутри какого-то блока, это вот внутренняя область видимости, только там мы эту переменную видим. А причем, если мы объявляем еще переменную, еще во вложенном каком-то блоке, вот внутри этого IF, она видна только в этом блоке. Ух, ладно, пока вы начинаете первые свои шаги в Roblox Studio, можете просто пользоваться глобальными переменными без local. Только помните, что эти переменные, если вы ее объявили внутри одного скрипта какого-то, то эта переменная будет видна во всех функциях. Так вы можете запутаться, можете сделать какие-то ошибки. Но это уж будете учиться на своем опыте. Так, дальше. Глобальные переменные. Это переменные, которые видны во всех областях видимости скрипта. И тут написано, пожалуйста, не будьте сбиты с толку другим типам переменных. Расшаренные. Я уж не знаю, как по-русски сказать. Будем говорить, шарит переменные в Roblox. Это именно особенность Roblox. Вот, например, кто-то спрашивал, а как же видеть переменные между скриптами? У вас много скриптов? У вас может быть скрипт, например, в этой коробочке, в этом фонаре. Или вот у нас серверный скрипт. Как видеть переменные? Есть такая возможность в Roblox Studio. Если мы создаем переменную... Так, давайте про эти расшаренные я расскажу после вот этого примера. Хотя этот пример я вам уже объяснил. Вот видно. А присвоить один. Это глобальная переменная. Печатаем эту А. Внутри этого условия. Получаем единицу. Все правильно. Дальше. Внутри другого блока мы в переменную А, глобальную, присваиваем двойку. Печатаем А, получаем двойку. Блок заканчивается. Снова печатаем А. В нашей переменной глобальной осталась двойка. Потому что мы присваивали в эту переменную. В эту же самую. Ну и в конце у нас тоже остается двойка. Так, посмотрим. А в этих примерах будет понятно? Про локальные переменные. Да, тут хороший пример. Внутри блока условия. If и End. Вот этот блок. Начало и конец. Создаем переменную B, локальную, local B, и присваиваем в нее двойку. Блок закончился. Я вам сразу говорю. Локальная переменная исчезает в конце этого блока. Все, ее нет. Как будто ее стерли. Пробуем напечатать значение переменной B. И получаем nil. Как будто этой переменной не существовало. Если бы мы этого слова здесь не написали, local, и присвоили бы в B, в B присвоили бы значение 2, то эта переменная была бы объявлена глобально. Она была бы видна во всем скрипте. И тогда бы у нас здесь напечаталась двойка. Ладно. А если мы вот так сделаем? Вне нашей области видимости, в самом начале объявляем B не как глобальную, а как локальную. Локальная переменная B присвоит 2. Если она вне, снаружи, снаружи вот этого блока присвоена, то она будет видна и внутри этого блока. Поэтому здесь печать B вернет двойку. Ага. Ну вот хороший пример последний. Если у нас и снаружи блока нашего, есть переменная с таким именем A, а мы ее еще раз объявили внутри блока, то эта переменная объявили внутри блока как локальная. То значение переменной A берется сначала локальная. Если бы вот этой строчки не было, вот зачеркнуть эту строчку, мы бы здесь получили единицу. Но здесь мы объявили новую переменную. Локальная переменная, которая только внутри этого блока. Локальную переменную A присвоили двойку. Печатаем. Все нормально. Двойка возвращается, печатается. И тут у нас закончился вот этот блок, внутри которого была объявлена локальная переменная. Ну, кстати, я не знаю, чтобы можно было понятно. Локальная это как бы местная. Ладно. Закончился блок. Вот эту локальную переменную мы удаляем. Она исчезла. И представьте, что как будто этой переменной не было. Как будто мы в нее ничего не заносили. Тогда у нас остается глобальная переменная. Мы ее не удаляли, она осталась. Все нормально. Поэтому принт A напечатает ту глобальную переменную. Как будто бы той переменной, которая внутри блока. Внутренней. Как будто ее не было. Так. Ну и подходим к расшаренным переменным. В Роблоксе есть третий тип переменных. Называется расшаренные переменные. И расшаренные переменные это такие переменные, которые видны во всех скриптах. Как будто между ними вы их расшарили. Но расшарили это жаргонное слово такое. От компьютера идет. Ладно. Не буду его переводить на русский. Сейчас тут зависну. Вот пример таких переменных. Принт. Хотя это функция, которую мы вызывали. На самом деле принт. Внутри слова принт. Внутри этого принта. Находится ссылка на функцию. Такое слово game. Помните, что мы когда пишем длинные переменные. Путь до переменных. Мы начинаем всегда. game.workspace Вот эта переменная game. Она едина для всех скриптов. Для того, чтобы мы могли из каждого скрипта, где бы мы его не создали. Я сейчас не говорю про локальные скрипты. Это отдельно мы будем говорить. Где бы мы это не делали, то везде у нас это будет приводить к одному результату. Так. Ну и еще у нас расшаренная переменная, к примеру, instance. Я вам уже говорил в предыдущих уроках, что все объекты, все модели, все части в Roblox. Происходят от объекта instance. Тоже это отдельная тема будет про instance. Хотя в пятом уроке в 5а я уже вам показывал, как создавать с помощью instance какие-то детали. Ну и тут написано. Помните, что есть большое отличие между обычной луа и луа в Roblox. В обычном луа переменные, которые называются глобальными, они полностью видны во всей вашей программе. Даже если ваша программа состоит из нескольких файлов, из нескольких скриптов. Стоит вам объявить какую-то переменную, ну вот как здесь было написано, например, а1. Вы объявили у себя в программе в обычной луа и все, переменная а видна везде. А в Roblox видимость этих переменных ограничена конкретным скриптом. Смотрите, если мы создали в кубике какой-то скрипт, и в нем написали переменная n, глобальная, присвоить что-то там, то она видна только внутри этого скрипта. Если мы в каком-то втором кубике или там baseplate создадим скрипт и попробуем напечатать n, мы получим nil. Потому что все переменные законсервированы внутри скрипта. Это сделано для защиты от хакеров, наверное, сталкивались. Хакеры находят, конечно, способ, как ваши игры взламывать в Roblox. Но, тем не менее, это правильная защита. И все-таки иногда необходимо иметь доступ к одним и тем же переменной и всех скриптов. Поэтому в Roblox появились расшаренные переменные. Здесь про это не написано. И поэтому я вам сейчас в Roblox пример. Мы сейчас быстренько напишем скрипт и покажем. Здесь написано упражнение, которое, если вы самостоятельно будете читать этот сайт, то вот два упражнения вам. Присвоите трем переменной e, a, b, c значение 1, 2, 3. И используйте только две строчки кода для этого. Поменяйте значения a и c и измените значение b на 100. О, кстати, я для вас решать это не буду. Используем множественное присваивание для этого. Если интересно, посмотрите. Решение. Вот здесь нажимаем и здесь нам ответ покажет. Так, давайте, наконец, сделаем кубик мы... Ладно, кубик я удалять не буду. Вот есть фонарь. Фонарь я взял из Toolbox. Он простой, без скрипта. Без скриптов, без каких-то. Я проверил его. Посмотрел, где у него находится лампа. Давайте посмотрим. Вот Surface Light. Это внутри Юниона. Давайте попробуем его включим-выключим. Enabled. Вот, свет какой-то включился. Выключился. Отлично. Так. Давайте создадим... Пока с фонарем не будем заниматься. Сейчас создадим скрипт... Сервер скрипт сервис. И здесь создадим такой бесконечный цикл. Так, например. Объявляем переменную. Расшаренную. Расшаренные переменные начинаются с такого префикса. Подчерк. Ж большое. Так. Тоггл Стрит Лайц. Значит, переключи... Давайте не тоггл. Тоггл переключи. Давай сделаем turn. В общем, включи уличные фонари. И присвоим сюда false. Значит, не включай. В этой переменной у нас будет ложь, пока хранится false. А теперь будет цикл какой-то бесконечный. While true. Он бесконечно будет двигаться. Делай какие-то... Делай тело цикла, которое внутри находится этого while. Внутри этого тела цикла мы будем ждать. Будем ждать, например, 3 секунды. А после этого будем включать или выключать фонарь. Я не хочу использовать условие if-else. Я буду просто присваивать в нашу переменную. J turnStreetSlides. Не not. Значение turnStreetSlides. Ладно, давайте я напишу попроще. Если стритслайд равно true, тогда в стритслайд мы присвоим false. То, что я сейчас пишу, я написал одной строчкой, но я вам расписываю на условия. Иначе, если какое-то условие, то делать то-то, иначе делать другое. Будет легче понять. Что и произойдет. Этот цикл крутится бесконечно. Ждем 3 секунды, потом проверяем. В переменной, расшаренной переменной роблоксе, если включить свет истинно, то мы тогда в глобальную переменную, в эту, заносим ложь, чтобы фонари выключились. А иначе, наоборот, были выключены фонари, мы их наоборот включим. И, как бы, по идее, каждые 3 секунды у нас должны включаться и выключаться фонари. Давайте посмотрим. Внутри нашего фонаря никакого скрипта нет, конечно же. И поэтому он не включается и не выключается. Давайте теперь фонарик наш оборудуем скриптом. Так, здесь мы тоже сделаем какой-то цикл бесконечный. Чтобы фонари не мгновенно включались. И вообще, если мы ставим бесконечный цикл в наших скриптах, обязательно там должна внутри находиться вызов wait. Иначе ваша игра просто зависнет. Не буду показывать, как это выходит. Так, я не хочу каждые 3 секунды ждать. Будем ждать 1 секунду плюс math random. Если мы вызываем функцию math random, она каждый раз выдает случайное число. Если мы вызываем ее без аргументов, если в скобках круглых мы ничего не пишем, то она каждый раз выдает число от 0 до 1. Там может быть либо 0, либо 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 или 1. Я не знаю. Каждый раз случайно. Очень здорово. Поэтому наш фонарь будет ждать 1 секунду плюс 0.1 секунды. Например, для чего это нужно? Давайте теперь посмотрим, где включалка-выключалка нашего фонаря. Помните, да? Я нашел источник света. Вот он у нас. Surface Light. Вот Enabled. Если мы в это свойство фонаря занесем true, то он включится. Если занесем false, то он выключится. Так. Но мы это должны делать из скрипта. А не руками здесь тыкать. Мы должны проверить. Чтобы не сильно нагружать наш роблокс, я уже пишу правильно программу. Вы могли бы написать попроще. Можно было бы... А, ребята, нет. Здесь не нужно никакое условие. Мы просто тупо присваиваем. Так. Давайте. Мы не будем использовать вот это вот слово для доступа к нашему фонарю. Game. Workspace. Для того, чтобы мы могли эти фонари размножить и чтобы у нас фонари работали... Продолжали работать независимо друг от друга. И чтобы я... При этом не пришлось им менять каждому фонарю имя. Street Lamp 1, 2, 3, 4, 5. Для этого мы будем ссылаться не на фонарь-лампу, не начиная от Game.Workspace, а будем ссылаться на родителя вот этого скрипта. Мы можем узнать родителя этого скрипта вот так. script.parent Вот этими двумя словами мы узнали вот эту папку. Где у нас скрипт лежит? В папке light. Вот он, light является его родителем. Так. Значит, мы находимся здесь. Теперь нам нужно получить доступ до Surface Light. Дальше печатаем тогда. Surface Light. Surface Light. А в Surface Light, в этом Surface Light, у нас уже есть свойство Enabled. Печатаем этот. Enabled. И мы присваиваем в него значение расшаренной. Переменной. Вот так. Вот и все. Очень простой у нас цикл. Он каждую секунду проверяет. Нет, ребята. С таким кодом, конечно, все будет работать. Ну, давайте запустим. Я этот код немножко исправлю. Я объясню, почему я его исправлю. Сейчас фонарь все-таки должен, наверное, зажигаться и тухнуть. Давайте посмотрим. Каждые пять секунд, или каждые три, видите, вот в этом скрипте, командует главный скрипт, который у нас находится вот здесь. В сервер скрипт сервис. Да, вот этот фонарик наш закрыли. Вот этот скрипт. Он как раз командует. Каждые три секунды, если фонари горят, то потушим фонари. Иначе, наоборот, зажжем. И потом через три секунды это все повторяется. А вот здесь скрипт, который внутри лампочки нашего фонаря находится, он каждую секунду просто тупо присваивает вот этому значению, enabled, где мы там его смотрели, enabled, да, он присваивает текущее значение. Если фонарь был выключен, то он туда присваивает значение false. Что в этом плохого? Смотрите. Если фонарь уже был выключен, то туда опять присваивает значение выключен. Но зачем лишнее действие? Конечно, одна строчка, это все не сложно. Все это нормально. Но вдруг вы пишете реальную игру, и там не одно действие, а, например, 20 строк, что нужно не только погасить фонарь, а нужно, например, чтобы фонарщик, проходящий по улице, крикнул, тушим свет, тушим свет. Если я сейчас включу, добавлю сюда строчку для воспроизведения этого звука, то у нас будут глюки. Мы запустили нашу игру, и этот тушим свет, тушим свет будет звучать каждую секунду. Надеюсь, вы понимаете, почему. Поэтому давайте добавим условия. Если значение переменной, которое лежит по такому хитрому пути script, parent, surfaceLight, enabled, не равно тому значению, которое лежит в расширенной переменной turnStreetsLights, только тогда мы присваиваем новое значение. А если оно равно, то ничего не присваиваем. Кстати, ребят, давайте-ка, вот мне со звуком это очень понравилась идея. У меня и так урок уже долго записывается. Давайте я сейчас какой-нибудь скример найду здесь. Так. Как искать звуки? Давайте я прям, может, может есть какой-нибудь звук, который кричит light. Я по-другому сделаю. Я помню, что когда я записываю звук, у меня так настроено записывалка экрана, если компьютер играет звук, то мой голос будет не слышен. Так. Комментирую эти строчки. И будем просто печатать. Принято. Давайте. Если, например, вот так. Если свет включен, тогда печатаем. Включить свет. Включите свет. Здесь будем печатать. Выключите свет. Запускаем и смотрим. Помните, что каждые 3 секунды у нас должен включаться-выключаться. Вот видите, уже 2. x2, это значит, два раза успела напечататься. Вы поняли, что если мы сюда вставляем звук, то это будет очень некрасиво звучать. Это реально ошибка в нашей программе. Поэтому мы убираем. Нет, ребят. А, ну да. Во-первых, раскомментировали эти строчки. И нашу вот эту печаталку звуков переносим внутрь цикла. Кстати, видите, я меняю с помощью клавиши табуляции расположение строчек. Для чего я так делаю? Это называется форматирование текста программы. Для того, чтобы я всегда видел, что под циклом while, вот он начался, вот здесь and, он закончился. Здесь у меня условие, которое я проверяю if, then. И вот я вижу здесь конец этого условия. А если условие если, иначе, конец. Тоже здесь все видно. Давайте запускаем. Наша программа должна включать-выключать фонарь без всяких x2, без всяких повторов. Включите свет, выключите свет. Ждем еще, чтобы включила. И чтобы выключила. Ну, отлично. Я доволен. Доволен-то доволен, но смотрите, какая у нас классная программа. Теперь, если я сдублирую наши фонари, то они будут вести себя как настоящие фонари. Как настоящие лампы, которые включаются не одновременно, не сразу. И выключаться будут не сразу, тоже немножко. В комментариях можете написать, что нужно изменить в программе, чтобы фонари включались одновременно. Одновременно или одновременно тоже можете написать, как правильно. Так, чтобы было еще круче, давайте я вам напомню, как менять время суток. Идем в Lighting, который в Workspace. и сейчас давайте не два часа ставим, сделаем по-отильнее. запускаем. Я яркость сделал большую у фонарей, там на самом деле по умолчанию, если вы именно этот фонарь добавите из Toolbox, там яркость поменьше. Ну, просто чтобы как бы при дневном свете было ясно, что он включился или нет. И свои комментарии пишите под видео, подписывайтесь, колокольчик и так далее. До свидания.